Учителя Reddit. Какой был самый умный или самый творческий способ списывания на экзамене, который вы видели? Не уверен, сработает ли это сегодня, но если бы у меня было задание написать статью о книге, которую я не читал, я бы нашел в интернете хорошо написанную статью другим человеком. Затем перевел все это с английского на немецкий, с немецкого на французский, с французского на испанский, затем с испанского обратно на английский. Сравнил бы оригинальную статью с той, которая получилась в итоге, а потом бы поменял несколько слов и расставил запятые. И в итоге мы получаем, по сути, ту же концепцию, но написанную достаточно иным способом, чтобы не быть плагиатом. У нас был один учитель, вероятно в 2005 году, который почти не говорил по-английски. Несколько парней просто взяли статью, поменяли местами первую и последнюю половину каждого предложения и сдали ему. Поскольку он говорил на ломаном английском, он был китайцем, он не смог найти что-то общего между их статьями и теми, что были в интернете. Это все было в то время, когда еще не было средств для проверки плагиата. Моя учительница поделилась с нами историей о том, как в то время, когда она разрешила есть во время тестов, один человек вытащил гигантскую упаковку M&M's и начал есть только определенный цвет, соответствующий буквам A, B, C или D. Он делал это совместно с двумя другими студентами, и они были пойманы только тогда, когда их сдал другой студент. Итак, был учитель, назовем его Мистером А. Он имел репутацию феноменального учителя, который вовлекал каждого ученика в свой предмет, независимо от того, насколько обыденным был этот предмет. Каждый раз, когда он задавал вопрос, рука каждого ученика была поднята вверх, а они кричали «пожалуйста, вызовите меня» или «я знаю правильный ответ». И поэтому Мистер А получил репутацию в округе, как один из лучших учителей. Перенесемся на пару лет вперед после этого. Как-то раз я брал кофе и увидел там Мистера А, и я решил у него спросить, «В чем прикол? Как у вас получается вовлекать каждого ученика в свой предмет?» Его ответ был таким. «Ну, я говорил детям каждый раз, что когда к нам кто-то заходит в класс, мне нужно, чтобы они все поднимали руку, делая вид, что они отвечают». И после этого, когда тот человек уходил из класса, я раздавал всем бесплатные конфеты. «Ну, я всегда всем говорил, что если вы не знаете ответ, поднимите левую руку». «Если вы наоборот знаете ответ, поднимите правую руку, чтобы я знал, кого стоит вызывать». «Это всегда работало идеально». «Моя начальная школа в Китае. Даже в те моменты, когда мы не ожидали, что к нам кто-то будет заходить в класс, учитель все равно репетировал ответы с учениками. И он делал так же, когда знал, что к нам кто-то собирается прийти. Он отвечал нам на все вопросы, которые будут заданы в тот момент, а затем выбирал разных учеников, чтобы обучить их каждому ответу. Мне так кажется, что мы даже отрепетировали немного неправильные ответы, чтобы они выглядели более реальными. Я мог бы поспорить, что сейчас это все еще распространенная практика в Китае. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. В старшей школе я учился за компьютером, и наши контрольные всегда принимались в цифровом виде. Однако они использовали программу, в которой после того, как вы вошли в тест, весь экран был заблокирован в тесте. И единственным выходом из него было нажатие кнопки завершения теста или выключение компьютера, который фактически делал то же самое. Еще одна особенность программы заключалась в том, что после того, как вы оказались в тесте, все, что у вас было в буфере обмена, скопированный текст, например, не могло было быть вставлено в разделы для ответов на вопросы, чтобы предотвратить единственный способ списать. Тем не менее, после создания моей собственной классной комнаты дома, я начал проводить поддельные тесты и всячески играться с этой программой, чтобы найти другой способ списать. И я понял, что можно копировать вещи изнутри теста, а потом вставлять их в разделы для ответов. Например, если скопировать вопрос, то он с легкостью вставится в раздел для ответа. Разработчики программы также забыли ввести систему запрета скопированных текстов на первую страницу теста, куда надо было писать свое имя и фамилию. Короче говоря, я мог просто скопировать все ответы, которые я делал ранее, а затем вставить ее в раздел, куда надо вводить свою регистрационную информацию. Затем заново скопировать его, войти уже в сам тест, во все вопросы поставлять ответы, а только потом уже стереть все ответы из первой страницы теста и все. Потом остается только нажать кнопку «Готово» и получить хорошую оценку за контрольный тест. Я делал что-то подобное, когда учился в школе. В моей школе было какое-то программное обеспечение на всех ПК, и когда учитель требовал внимания всех учеников, он выключил экраны всех учеников с панели администратора на своем ПК. Программное обеспечение, очевидно, запускалось при загрузке всех компьютеров. Его нельзя было просто так закрыть, так как у учителя практически сразу был доступ к вашему компьютеру, а самое главное – право администратора на все это. Поэтому каждый раз, когда загружался компьютер, я открывал текстовый файл и что-то набирал в нем, пока учитель еще не успевал заблокировать все экраны. Затем, когда учитель блокировал их, я нажимал «Альт», «Альт», «Контрол», «Долет» и нажимал «Выключение». Все программы на ПК в тот момент закрывались, кроме блокнота, спрашивающего, хочу ли я сохранить свой файл. Я нажимал кнопку «Отмена» и просто использовал свой компьютер, пока все остальные были заблокированы. А если учитель проходил мимо, я просто выключал монитор. Я не учитель, но я часто использовал один прямоугольный ластик, потому что карандаши, которые давал нам наш учитель, были очень дешевые, а ластики, которые нам давал он, оставляли очень большие следы и делали только хуже. Ластик, который носил я, был в картонной упаковке. Однажды я разорвал ее и написал на ней ответы контрольной, а затем стер их после окончания урока. И это, кстати, можно провернуть несколько раз. Я учитель физики в колледже. Однажды девушка с очень сложной татуировкой на ноге написала все формулы между линиями тату. Даже если присмотреться, вы не сможете сказать, что там написано, если вы, конечно, не знаете, что ищите. Хотя догадаться было довольно легко, потому что именно в день, когда у нас должна была быть контрольная, она пришла в шортах. Ученики старших классов воссоздали этикетку Снэппл, сока, где на задней стороне были написаны все ответы, формулы и так далее, которые были пойманы только потому, что я никогда раньше не видел этот сок. Я просто хотел посмотреть, сколько в нем сахара. Я был на факультете по анатомии и физиологии. Профессор в тот день попросил меня сесть на первую парту, чтобы я не смог списать. Но в тот день я и не планировал списывать. Один ученик пришел с витаминной водой. На первый взгляд кажется, что повода для беспокойства нет. Примерно на середине контрольной работы наш профессор заметил, что ученики все время поворачивают бутылку и щурятся. Это продолжалось еще 20 минут. Спустя 20 минут профессор решил пойти и посмотреть, что же не так с этой бутылкой. Захватывает бутылку витаминной воды и срывает этикетку. На ней гармошкой были написаны ответы на контрольную, на задней стороне этикетки. Он понял, что студенты приложили все усилия, чтобы сделать фальшивую этикетку с бутылкой и написать ответы на ее обороте. Профессор был впечатлен таким творчеством и решил дать студенту 0 баллов, а не сообщать о нем академическому комитету. Я не учитель, но я был студентом в то время. У меня был друг, который знал курдский и турецкий. Все мы знаем турецкий язык. В любом случае, ему пришлось уехать из своего города из-за сильного землетрясения и приехать в другую сторону страны – Стамбул. Он писал свои заметки на курдском языке и положил под стол. Так как никто из нас и учителей не знал курдского, это было для нас как какая-то неразбериха, но мы знали, что он записывал ответы на курдском языке. Мой одноклассник печатал ответы на бумаге бледно-серого цвета, так что текст едва было видно. Он один раз попался, потому что учитель заметил, что тот читает пустой лист. Записываем математические формулы и помещаем их в инструкции на задней стороне калькулятора. Я уверен, что совсем скоро дети будут вставлять ответы на свои умные часы. Наступит момент, когда я буду заставлять всех учеников снимать свои часы и оставлять их на моем столе до окончания работы. Будучи студентом, я помню, когда весь мой год обучения меня обвиняли в мошенничестве, поскольку результаты моих тестов всегда были неизменно высокими. Учителя просто не смогли понять, что некоторые ответы были на самом деле скрыты в других вопросах. Так что если вы застряли на одном вопросе, вы можете найти ответ позже в другом вопросе. Примером, может быть, это был тест на японском языке. Что означает слово? А позже вопрос будет использовать это слово в правильном контексте. Так что вы поймете, что означает это слово. И с историей работает точно так же. Например, вам нужно написать, в какой день произошло одно событие. А в следующем вопросе называется это событие, но уже с датой, и вас просят максимально подробно описать его. А на этом видео заканчивается. Ссылка на мой телеграм-канал все так же находится в описании. И если на этом видео наберется много лайков, я сразу же начну делать вторую часть. А для того, чтобы не пропускать вечерние премьеры моих роликов, на которых мы с вами дружно общаемся, советую нажать на колокольчик. Спасибо, что поставил лайк и подписался на канал. До завтрашнего вечера! А вот рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова